Девушки отдыхают Алюмин, что? Это был сон? Кошмар? Я ведь видел тебя своими глазами И говорил твоими устами Где был такие сны? Холод, сырость, грязь и насекомые Вот элементы жизни последних моих дней В лесах часто можно было заметить миллилитов Я старался не особо выходить из пещер Разве что до ближайшей белки, чтобы было чем перекусить От Чайлда не было слышно никаких новостей Надеюсь, этот подлец не забыл о том, что обещал мне помочь Как бы ни было, но мне стоило заскочить в его банк и разузнать обстановку К тому же такой сон измотал меня не на шутку Быть может у Фату и даже найдется свободная койка для меня Помнится, мне я должен был заскочить еще и в гильдию приключенцев Вряд ли документы будут ждать меня несколько месяцев Если впервые город встретил меня сказочным свечением То сейчас я пробирался в него с первыми лучами солнца Как настоящий преступник В это время ночные смены уже заканчивались А утренние еще не начались Идеальное время для проникновения в город придумать было просто невозможно Стоило мне увидеть первые лучи солнца с горы Я сразу выдвинулся в город В первую очередь я направился как раз в гильдию Находилась она недалеко от входа в город А приключенцы не подчинялись юрисдикции Ливия И не обязаны были соблюдать приказы Цесин Вот только ждал меня совершенно неожиданный сюрприз За стойкой гильдии стояла... Катерина? Нет, не девушка с таким же именем А действительно та самая Катерина из Манштата Я конечно подошел и не сразу отдал документы А спросил, кто она такая Внятного ответа я получить не смог Она посмотрела на меня как на дурака И продолжила заниматься своими делами Я передал ей конверт, который получил в Манштате В нем был одуванчик И ее это удивило Стоп! Да кто из вас вообще Катерина? И почему вы такие одинаковые? Надо будет расспросить об этом, когда вернусь в Манштат Она сразу предложила мне выполнить несколько поручений Но я был вынужден отказаться Несмотря на достойную оплату До пересменки стражей я должен был добраться в банк Северного Королевства Пробираясь по узким улочкам и крышам домов Мне удалось остаться незамеченным Впрочем, я бы не сказал, что стража была сильно в поисках Скорее они ходили привычными маршрутами и зевали на рабочих местах На месте меня встретила девушка в маске Член Фатуи и секретарь банка Забавно, что и ее звали Катерина Складывается впечатление, что в Таевате отдельное имя для секретарей Она назвала меня другом Чайлда И выразила свое удовлетворение тем, что мы работаем вместе Вы мне не друзья и голос я с вас не спущу Но радостные новости не заставили себя долго ждать Предвестники не привыкли бросать слов на ветер А значит Фатуи нашли человека, который может помочь в нашей ситуации Сейчас Чайлд как раз встречался с ним в глазурном павильоне Секретарь заверила меня, что проблем с милилитами в ближайшее время у меня не будет И я могу свободно передвигаться по городу Не опасаясь, что меня закуют в кандалы На улице я практически сразу же повстречал своего рыжего друга Он громко позвал меня, но ни один стражник даже не дернулся Все продолжили свое привычное патрулирование Не знаю уж как Фатуи смогли добиться этого, но я им даже благодарен Чайлд сказал, что разыскал человека, который поможет нам найти тело Геоархонта Вообще-то я даже не был уверен, что мне очень уж нужно тело Но других идей у меня просто не было Мы вошли в ресторан и нас ожидал не самый молодой мужчина Чайлд представил его как господина Джун Ли Консультанта ритуального бюро Ван Шен и друга Фатуи Мужчина оказался заочно знаком со мной, он был наслышан о подвигах, которые я совершил в Манштадте Вот уж не думал, что слухи расходятся настолько быстро Почетный господин не был слугой Снежный Он лишь занимался местными покойниками и провожал их в мир иной Хотя бы он не оказался прихвостнем в Фатуи Надеюсь, мы с ним поладим Но собрались мы здесь для немного другого вопроса Джун Ли мог показать нам тело Геоархонта Его скрыли по приказу Нингуан, но как одному из адептов для его захоронения должны были провести церемонию Подобное игнорирование традиции было проявлением глубочайшего неуважения к ним Чайлд уже успел рассказать о моей помощи Анэму Архонту И сейчас Джун Ли просит меня помочь Геоархонту Отпустить его, последний путь, как подобает Пливе, на церемонии Вознесения Соглашаться сразу я не спешил Сказал лишь, что мы будем работать вместе Но это совершенно не значит, что я буду делать все по указке Фатуи Джун Ли покинул ресторан и сказал, что будет ждать меня снаружи А Чайлд решил остаться и выпить пару рюмок Надеюсь, он не про крепкую настойку и снежный Запах от нее просто невыносимый Полагаю, наша случайная встреча в ресторане спланирована моим неоднозначным другом Не верю я в совпадение, что они решили встретиться в самом дорогом ресторане города Аккурат, когда я пришел за информацией Вероятно, так Чайлд хотел сказать Смотри, героям ты спал с крысами под боком А в Фатуи тебе накрывают полный стол лучших блюд Лиевья Неплохая попытка, но так просто тебе меня не купить Архаичный камень, цветок скальных трещин Цветок, рожденный из минералов и камней в скальных трещинах То, как его лепестки танцуют на ветру, заставляет его казаться живым На выходе меня ждал Джун Ли Первым делом он решил спросить о моем отношении к стране, где Архонт правит своим народом напрямую Непростой вопрос, однако, он мне задал Наверное, душа моя ближе лежит к Манштадту Пусть Венти и не заставил свой город сиять на карте как Моракс Но народ свободы знает цену человеческой жизни Они не грезят о защите и помощи Архонта, но уделяют куда больше внимания личности Я не видел никаких проблем в направлении Гео Архонта Он создал сильный единый механизм, который работает слаженно и сообща В то время как Барбатос создал независимых людей, которые сильны сами по себе В каждом из подходов были как свои минусы, так и свои плюсы Такой ответ вызвал легкую улыбку на лице Джун Ли Он не стал изливаться комментариями на мой ответ А лишь сказал, что мне предстоит многое узнать, пока мы будем готовиться к церемонии Вознесения Единственное, что он мне сообщил Это то, что сам не сильно доверяет Фатую, как и Нингуан во главе Цесин Но сейчас Ритуальное Бюро стало их союзником лишь из соображений финансирования Чайлт обладал поистине неприличным количеством денег Даже в сравнении с местными купцами он купался в море А такая церемония требовала финансов не меньше, чем на постройку нового корабля Первым делом нам нужен был полуночный нефрит, достойный самого Архонта Мы направились в самую крупную лавку, торгующую нефритами в Ливии Нас встретил полненький хозяин, который тут же решил развести меня на деньги Предложив сыграть в что-то вроде сундук удачи Игра, в которой ты не знаешь, какой нефрит тебе достанется Звучало оно, конечно, привлекательно, но ведь это обман чистой воды Шарлатан всегда в плюсе, слышал я как-то такое выражение В разговор включился Джун Ли и сказал, какой именно нефрит мы ищем Мужчина тут же извинился за попытку обдурить нас и предложил взглянуть на его товар По его словам, он торгует только самыми лучшими нефритами Но я бы не стал доверять насового человеку, который живет за счет сундуков удачи На выбор он предоставил нам три одинаковых на вид нефрита и предложил сделать свой выбор Однако я был не силен в местных драгоценностях Но ведь со мной был местный гид Джун Ли удивился тому, что я предоставил выбор ему А вот то, что выбрал он, удивил уже меня Он решил купить все Продавец тут же принялся за упаковку, но я остановил его Купить все нефриты? Этот дед сумасшедший что ли? Несмотря на то, что мы тратим деньги Чаода, но наш бюджет все еще не неограниченный Джун Ли как будто бы даже не знал, что товары стоят денег Он так просто говорил об этом, будто впервые у него есть какие-то рамки для покупки Он аргументировал это тем, что не хочет быть во власти Моры Поэтому и не смотрит на цены Но черт возьми, попробуй пожить несколько дней в городе без единой монеты в кармане Джун Ли явно привык жить на широкую ногу Но сегодня нам придется чуть-чуть сбавить обороты Но, к счастью, у него оказался план на такой случай По его словам, качество нефрита можно узнать только если мы отделим его от сковывающей породы Как он выразился, только дурак смотрит на палец, указывающий на Луну Говоря простым языком, то, что мы видим сейчас, это лишь наружный вид Настоящее сокровище мы можем определить, если нагреем нефрит Он должен начать светиться, и сила свечения укажет нам, какой из них лучше Мы вернулись к продавцу и решили попросить у него пробники Сильно отпираться он не стал и отрезал нам небольшие кусочки Я как-то проглядел тот момент, как он резал нам камень, но он дал нам три невероятно тонких пластинки Толщиной буквально меньше листа березы Поразительно, какое мастерство проснулось из жадности Джун Ли, однако, ничуть не смутился при виде таких пробников Он знал, что мы все равно сможем проверить их качество, если будем греть не напрямую от огня, а через воду Разве что для этого нам нужно было подходящее место Это должен был быть крупный котел, который разогревается равномерно со всех сторон В моей памяти всплыл, кажется, идеальный вариант из Манштата В ущелье Додолупа я как раз встречал такой котел у Хиличурал Мы с Джун Ли отправились во владение Барбатоса В пути он рассказывал о своем друге из народа Ветра Тот всегда приносил в подарок вино из одуванчиков, когда посещал Ли Ве Друг его пить не умел и частенько напивался и спаивал других И почему мне в голову сразу же пришел Венте? Как будто в Манштате редко можно встретить пьянчук Мы добрались до ущелья и наткнулись на племя, которое как раз варило суп на котле Избавившись от нескольких хиличуров, мы приступили к нашему эксперименту Но на мое несчастье нас прервало подкрепление хиличуров Поэтому я отдал нефриты Джун Ли, а сам в это время прикрывал его Камни начинали светиться один за другим Первый номер был наименее ярким Третий, наоборот, самый яркий Таким незамысловатым способом нам удалось выяснить, какой из них самый подходящий Обратная дорога в Ли Ве не заняла много времени Нам попалась торговая повозка, которая шла в гавань За пару сотен мор и нас согласились взять с собой В пути мы снова говорили о властелине камня О его природе, его народе А во время остановки Джун Ли провел для меня чайную церемонию Не скажу, что это дало напитку какой-то необыкновенный вкус Но сам процесс был просто загляденье Когда мы вернулись в торговую лавку и сказали, что нам нужен ящик нефрита под номером 3 Продавец удивился и не сдержал любопытства Спросив, для чего же нам настолько много высококачественного камня Джун Ли, не скрывая правды, сказал, что это для церемонии вознесения Улыбка с лица торговца пропала Он был крайне опечален Для него слухи о смерти Архонта были лишь слухами И он до конца в них не верил Он предложил нам скидку в 50%, так как много лет назад властелин камня купил у него нефритовую ложку И только из-за этого его лавка стала самой известной Таким образом он решил отблагодарить его Пускай и после смерти Джун Ли обрадовался такому поступку Он даже ответил так, будто отблагодарили лично его Этот грустный момент скрасило лишь то, что он забыл кошелек с деньгами Мы договорились, что он позже вернет мне мору за оплату нефрита А пока я заплачу и своего аванса от Чайлда Как бы ни было, а нефрит был куплен Позже мы встретились на террасе Юй Цзин В месте проведения церемонии сошествия Оказалось, что здесь же должна была пройти церемония вознесения Несмотря на то, что это было местом преступления, в округе не было видно ни одного миллилита Джун Ли сказал, что между ним и Цзин заключена молчаливая договоренность Он проводит свою церемонию, а взамен не лезет в их тайны Однако ему сообщили, что тело Архонта хранится в Золотой Палате В монетном дворе не только Ливия, но и всего Тейвата Как и говорил Чайлд, Экзувиус скрыли от посторонних глаз И лишь единицы знали, где она Но наше дело подготовить все к церемонии И следующим нашим шагом было нахождение идеального масла Мы направились на рынок цветочной лавки для покупки шелковицы Джун Ли всю дорогу рассказывал нам о сортах, соцветиях и пыльце цветов Воистину он ходячая энциклопедия Но я совершенно не уверен в том, что мне когда-либо пригодятся такие глубокие знания о флоре Ливия У лавки нас встретил богатый выглядящий торговец Я не смог ответить на его вопрос о том, какой вид шелковицы я ищу И он принял нас за слуг Джун Ли Вообще-то обидно Почему это меня принимают за слугу и закрывают мне рот? Пока я озлобленно отходил от такого отношения со стороны торговца Джун Ли уже договорился, что возьмет сразу три сорта шелковицы Однако на этот раз у него было оправдание Подходящее масло должен выбрать сам Архонт А нам нужно лишь преподнести все варианты Благо нам даже платить не пришлось Джун Ли снова выложил главный козырь на стол Причину наших поисков цветов высочайшего качества И нам отдали их бесплатно В этом городе действительно чтили и уважали властелина камня Даже после его смерти каждый готов помочь, чем может Итак, у нас есть цветы Но нам нужно было ароматическое масло, а не сами цветы Увы, но в этот раз Джун Ли оказался бессилен И не знал подходящего мастера, а поэтому отправил нас слоняться по городу в поисках хорошо пахнущих девушек Боюсь даже представить, как глупо это выглядело со стороны Молодой парень ходит с летающей консервой и вынюхивает кого-то по всему городу Благо долго искать не пришлось Мне повезло наткнуться на лавку весенние ароматы и ее владелицу Она была достаточно молода и приветлива Разве что, узнав о цветах, ароматы которых я хочу получить Подумала, что я собираюсь кого-то соблазнять Да уж, даже когда я сказал правду в лицо, она не поверила мне Впрочем, она согласилась помочь, но при одном условии Что я буду думать только о ней в течение всего процесса Странное, конечно, желание, но я согласился Для приготовления нам нужен был котел И мы направились на кухню ресторана «Народный выбор» Когда мы приступили к работе, она давала крайне странные инструкции Заставить ее трепетать Делать возвратно-поступательные движения с пестиком и ступкой Она даже брала меня за руку и показывала, как это делается Мне немного не по себе от этого Но, как и обещал, я думал только о ней в течение всего процесса Ей понравился результат, и она разлила нам его по бутылочкам Правда, она предложила зайти к ней как-нибудь еще Я даже не знаю, уверен ли, стоит ли Стойкость милилита Боевое перо командира Соколинное перо, носимое почетным караулом Оно призвано демонстрировать инородцам решительность и благородство гавани Ливия На очереди встреча с Джун Ли Вот уж не задача! Неужели Архонт был старым дедом? Джун Ли в ответ снова начал рассказывать о том, как Архонт посещал свои земли в разных обличьях и никто не мог даже его узнать Прервала его размышления Пайман, которая спросила, какой наш следующий шаг в подготовке Наш почтенный друг попросил нас достать для него колокольчик очищения Потому что сам по некоторым причинам он сделать этого не может Одолжить нам его нужно было у давней знакомой Джун Ли, мадам Пин Он попросил не расспрашивать его о лишних подробностях Лишь сказал, что она знает, что нужно делать За этим явно что-то стояло Вряд ли бы он вот так просто отказался от участия в одном из этапов подготовки Я отправился к террасе Юйдзин Мадам Пин жила где-то поблизости и часто выходила к своему маленькому садику с цветами, за которыми присматривала Неудивительно, что мы застали ее как раз за поливкой глазурных лилий Она сетовала на то, что из-за слухов, ходящих по городу, цветы увядают Они чувствуют энергетику города и слышат, о чем люди говорят Слухи ходили разные От коварных схем Флатуи до пробуждения древних злых богов Город будто стоял на пороховой бочке Достаточно было лишь искры, чтобы все взлетело на воздух Я попросил у мадам Пин колокольчик очищения Она рассказала, что когда-то ей подарил его друг И наказал, чтобы она одолжила его кому угодно, кто бы ни пришел Он хранится у нее много лет, и она сама позабыла, где оставила его Сказала, что он у нее дома и придется его поискать Я предложил помощь в поисках Вероятно, я справлюсь быстрее, чем пожилая бабушка Хотел я было узнать, где ее дом, как она показала на чайник Сказав, что вся ее утварь находится внутри Да, ну и выдумщица, конечно, бабуля Жить в чайнике Надо же было такое сказать Я подумал, что внутри меня будут ждать ключи, и открыл его Как неожиданно меня затянуло внутрь Внутри было куда просторнее, чем выглядит снаружи Места тут было значительно больше, чем сама терраса Юйдзин Оказалось, что это был не простой чайник, а создающий пространство внутри Вероятно, это было как-то связано с адептами Едва ли такой чайник может встретиться у каждого жителя Вот бы и у меня был такой Тогда бы мне не пришлось ночевать на сырой земле почти каждую ночь Я отыскал колокольчик и покинул чайник На мои расспросы о том, адепт она или нет Однозначного ответа я даже не получил Она лишь сказала, что я и сам все понял Что было в целом недалеко от правды Полагаю, она даже догадалась, кто именно решила должить колокольчик у нее И просила передать ему приглашение на чашечку чая Ну а как я могу отказать такой милой бабуле? Следующим шагом была покупка воздушных змеев Не детской игрушки, а церемониальных змеев, которые отражали всех архонтов Мы с Джун Ли встретились у лавки С пожилой женщиной они обсуждали характеры, переданные в узорах на каждом из змеев Один был украшен излишними мазками, чтобы передать свободу Анема Архонта В узоре другого была видна цикличность, что характерно для Электро Архонта из Инадзумы Когда разговор дошел до оплаты, неожиданно на сцену вышел Чайлд Неужели этот гад следил за нами? Конечно же он сказал, что просто проходил мимо, но кто вообще поверит в это? Как всегда, мой дорогой рыжий друг не упустил момента, чтобы вставить о каждом из нас пару острот Несмотря на то, что он мне не нравится, человек он вроде приятный, и с ним даже можно побеседовать Мы забрали змеев, и Джун Ли понес их к террасе А мне нужно было найти несколько рабочих, которые помогут в подготовке В доках как раз скучало несколько работяг без работы, которые согласились за немалую сумму помочь Хорошо, что в этот раз на торги отправился я Иначе Джун Ли просадил бы каждую монету и еще долго думал бы, как заплатить всей бригаде На выходе из доков меня снова встретил Чайлд Он сказал, что я могу забрать все оставшиеся деньги себе А взамен поделюсь с ним информацией Вот пройдоха! Ему меня не купить! Тем более не за пару тысяч море Благо наш разговор был прерван появлением Джун Ли При его виде Чайлд сразу же сменил тему Было заметно, что при нем он не хочет раскрывать своих карт А вот меня бояться он не стал Джун Ли не интересовал наш разговор Для него была важна только церемония Вознесения Последним шагом в подготовке была покупка Вечного Ладена За ним мы отправились в аптечную лавку Бубу Лавка встретила нас пустотой и гнетущей атмосферой Но из-за пустой стойки послышался голос Мы с Паймэн не на шутку испугались Я держал руку на мече, а она летала в нескольких метрах позади Когда мы подошли ближе, я наконец увидел зомби! Я еще крепче взялся за рукоять меча, ожидая битвы Но она поздоровалась с нами и поприветствовала в хижине Бубу Девочку зомби звали Цицы И она сказала, что не причинит нам вреда Она лишь умерла однажды, но адепты спасли ее Поэтому теперь у нее на лбу печать зомби Однако Джун Ли ничуть не удивился такому раскладу Наверняка он все-таки не раз был в этой лавке Поэтому и просто попросил у Цицы Вечный Ладен Несмотря на то, что это не было лекарством и на него не был нужен рецепт Но беда была в том, что Цицы зомби И может лишь исполнять приказы А так как ей не дали приказа продавать что-либо без рецепта Она сама себе приказала продавать все только по рецепту Впрочем, Цицы согласилась помочь, если мы поможем ей Она попросила подняться на гору Тяньхэн И с помощью баллисты Гуй Джун убить кокосовую козу Но вот незатача Ни Джун Ли, ни даже сама Цицы не знала, что это за существо Ни внешний вид, ни место обитания, ни даже откуда оно взялось Абсолютно ничего Ну, как бы ни было, а мы направились к баллисте Возможно, на месте мы обнаружим что-то Но, как и всегда, все было не так просто На месте мы встретили баллисту Но она была в ужаснейшем состоянии Будто простояла здесь несколько сотен лет без какого-либо присмотра Джун Ли не знал, как мы можем починить ее Но на военном складе поблизости мы нашли некоторые материалы для ее обслуживания И вроде нам удалось привести ее в работоспособное состояние Мы постарались освоить управление и начали делать шаги к решению задачи Но, к сожалению, так и не нашли никакой козы Мы не можем исполнить просьбу Цицы В Ливе это означает, что и она не продаст нам ничего, ведь мы не выполнили контракт Говоря простым языком, мы сделали, что смогли После долгих поисков решение было только одно Вернуться в хижину Бубу и получить больше информации Мне было немного стыдно огорчать маленькую Цицы тем, что мы не нашли кокосовую козу Но, видите ли, в чем проблема? Она хотела эту козу для того, чтобы пить ее молоко А называется это молоко кокосовым Малышка просто не знала, что кокосовое молоко дает не коза Я решил не разрушать ее сказочный мир Это ведь все равно, что сказать, что Деда Мороза не существует Боюсь, я не готов нанести такой удар ее детской психике Из-за спины послышался смешок Зеленоволосый мужчина со змеей на шее представился именем Байджум Это был первый обладатель Дендра Глаза Бога Вот уж это необычно Он был владельцем хижины Бубу А Цицы лишь присматривала за его лавкой, пока его не было Еще больше меня удивило разве что только то, что на его шее змея говорила Хотя мне летом удивляться после говорящих драконов из Манштата Джун Ли сообщил, что мы пришли для покупки Вечного Ладана Байджу выставил просто немыслимый счет Три миллиона моры Столько у меня и в помине не было Невообразимые деньги для обычного человека Но рядом как раз оказался не обычный человек Чуть ли не задыхаясь от смеха, он вошел в хижину Еще бы, легко насмехаться, когда не тебе нужно искать кокосовую козу Несколько минут пришлось ждать, пока он угомонит свой смех Однако в порывах смеха он еле проговорил Давайте я за вас заплачу, за то, что вы меня так рассмешили Заодно Чаут решил завести и новое знакомство Предложив доставку кокосового молока прямо до хижины Байджу скромно отказался от предложения Но Цица смотрела на него невероятно жалостливыми глазами И он не смог ей отказать За такой жест доброй воли и он решил сделать скидку на вечный ладан Его новая цена всего 2 миллиона 990 тысяч море Солидную скидку однако нам сделали Чаут отдал деньги и мы получили товар На этом наша часть подготовки была окончена Мы с Джун Ли направились к террасе, чтобы проверить как идет организация Встречная комета Шар равноденствия Во время летнего фестиваля повсюду можно увидеть водные шары Но среди них этот самый красивый На площади были десятки людей Каждый занимался своей работой Всего несколько дней и мы были бы готовы к проведению церемонии Джун Ли удовлетворенно вздохнул Увидев, что работа идет как надо Сейчас же мы были свободны И он предложил выпить с ним чашечку чая В дороге из Манштадта у нас не было хороших условий для чаепития Так что почему бы и нет Вечером мы встретились в ресторане Три чашки в порту Джун Ли уже сделал заказ для меня Сегодня на ужин были рисовые клетки в вине За ужином на публику выступали чтецы Один из них рассказывал историю о нефритовом дворце Инингуан Дворец, что в небе парит над городом Резиденция воли небес Нингуан Человек, из чего взоры не ускользает ни одно действие в Ливе Дворец, с которого открывается самый чудесный вид на столицу Говорят, что Нингуан закрывается в своем кабинете И не подпускает к себе никого Кроме трех помощниц, которые проверяют каждое слово, доходящее до нее Каждый документ закрепляется на ее доске Которая переполнена важнейшими торговыми данными Но когда она сама принимает решение, все прочие бумаги она пускает по ветру над городом Обрывки проносятся мимо глаз торговцев и дают им знания о рынке А в торговле самое главное не товар, а информация Говорят, что настоящим торговцам хватит всего одного обрывка с этой доски, чтобы заполучить превосходство над конкурентами Неудивительно, что Нингуан любили в городе и ненавидели Фатуи Она сильный лидер, который не дает пространства для их грязных дел Женский голос резко отвлек меня от ужина Стоило мне встать из-за стола, как девушка сказала, что она здесь не для ареста Она представилась секретарем Ци Син Гань Юй К нам ее отправила лично Нингуан для приглашения в Нефритовый дворец Гань Юй извинилась за то, что прервала наш с Джун Ли ужин и спешно покинула компанию Несколько минут шока от происходящего Мы с Джун Ли сидели в полной тишине, как и другие посетители ресторана Эта тишина длилась практически вечность